Сергей Кочнев Григорий Беркович Шкаф Грустная комедия конца 90-х прошлого века Действующие лица Галя около 40 лет Меньше Юрик около 40 лет Больше Безработный бывший капитан буксира муж Гали Леонид Алексеевич коллекционер, ценитель старины, возраст преклонный Виктор младший брат Гали, любитель выпить Выглядит много старшей сестры, производит впечатление на женщин, щеголяя латинскими выражениями Владимир Вальдемарович, другой, Вован Слуга народа, однокурсник Юрика Никак не избавится от замашек братка Одет столь же шикарно, сколь и безвкусно Макс, телохранитель Вована и компьютерный гений В его поведении чувствуется выучка ветерана спецслужб Ученик плотника Краснодеревщика, он же Петр I Мастер Икейман, голландский плотник Меньшиков, сподвижник и друг Петра I Поволодский, тело, царедворец Слуга Меньшикова, Юлия, переводчица, юна, обаятельна, остроумна Икейман, потомок мастера Икеймана, дотошен, по-русски говорит с трудом Анжелика, охотница за мужчинами Мария, официантка, мила, опытна, но сохранила детскую непосредственность Голос пациента из-за ширмы Действие первое, картина первая Проза жизни Двухкомнатная, типичная квартира Налево дверь в кухню, направо в спальню, прямо входная дверь Видимо, перегородка сломана, поэтому прихожая и комната составляют единое помещение Слева от входа стоит огромный старинной работой резной шкаф Видно, что местами он попорчен домашними реставраторами Подкрашен не в тон Но все равно производит грандиозное впечатление Слева около стены на авансене стоит стул Над ним на гвозде висит стульчак Над стульчаком капитанская фуражка Потрепанная штормами Напротив, на стене в рамке какой-то официальный документ Диплом, сертификат и нечто в этом роде И рядом свадебная фотография Все неопрятно, запущено В остальном это такая же типичная квартирка, как и миллионы других На обеденном столе почти пустая бутылка водки Два наполненных стакана Приборы, нехитрая закуска Хлеб Заметно, что было накрыто наспех, дежурно Из кухни доносится обычный банальный домашний скандал Женский голос «Ты сволочь, мне всю жизнь испохабил, мразь алкоголическая! Устрою я тебе день рождения!» Мужской голос восклицает что-то нечленораздельное Женский голос «Не ори, тварь! Ребенка разбудишь, прибью!» Мужской голос бормочет что-то тупо, мутно, ласковое Женский голос «Вы иди! Не лезь ко мне, я сказала! И пить я с тобой не буду!» «А-а-а! Глухой удар! Похоже, что мужчина упал!» Некоторое время слышны неразборчивые женские причитания и всхлипывания Затем из кухни на уровне пола появляется голова Это на четвереньках выползает Юрик Вид у него как полагается Щека рассарапана, волосы копной Растегнутые штаны держатся на одной подтяжке Он с трудом поднимается Хочет вернуться в кухню Но дверь перед его носом захлопывается Так, что он отлетает в сторону Юрик «Ах так! Су! Держитесь! Значит, так, ладно! Я уйду! Я тебе так уйду! Су! Я совсем уйду!» Подхватывает детский школьный рюкзачок Вытряхивает содержимое «Узнаешь у меня тогда!» «Это я тебе день рождения устрою! Посмотрим тогда!» Сгребает в рюкзак продукты со стола Туда же сует недопитую бутылку «Ладно, сага-ака, погавкай без меня» Забирается уходить, но возвращается к столу И одним глотком выпивает почти полный стакан водки Даже не поморщившись «Смотри, тварь! Тварь, слышишь? Дверь! Ты, тварь, где дверь? Дверь где?» Достает из кармана штанов ключи Направляется к двери, но утыкается в шкаф «А, вот дверь! Нашел!» Начинает ковырять ключом в замке Естественно, открыть не может «Зараза, гайдюка! Ладно, нет, ты запертая, а я упертый» Швыряет, что есть силы ключи об пол Двумя руками хватается за ручку дверцы Шкаф оттянет к себе Дверца распахивается «Обана! Вот так! Терпение и труд, и грубая мужская сила творят чудеса! Пошел я! Адьё!» С грохотом валится в шкаф, дверца за ним захлопывается Из кухни, прижимая платок, к покрасневшему носу появляется Галя На глазах слезы «Что ж ты, пакостник, делаешь? Что ж ты без руки все ломаешь? Жизнь мою сломал, так еще и...» Насматривается «Юрика нигде нет» «Ушел! Ушел ведь паразит! Кровосос! Уполз, гад ползущий!» Подбирает с пола ключи, присаживается к столу Тяжело вздыхает «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой» Начинает прибирать Звонок в дверь Встрепенувшись «Нет уж, милый друг! Уходя, уходи!» Хватает второй стакан с водкой, бросается к двери «Вот тебе день рождения!» Распахивает дверь, плещет водку туда За дверью Совершенно незнакомый мужчина с газетой в руке Мужчина «Здравствуйте!» Он так растерян, что стоит с открытым ртом Не понимая, что дальше ему делать Галя, ойкнув, бросается к столу Приносит полотенце Начинает вытирать мужчине лицо «Простите, ради бога!» «Я думала, это Юрка!» Мужчина бормочет нечто вроде «Ерунда! Подумаешь, даже смешно!» Галя начинает расстегивать ему рубашку Мужчина «Нет, не надо! Что вы?» «Галя, да вы не волнуйтесь, я утюгом высушу!» «Вот, пока набросьте!» Подает с вешалки пиджак Мужчина, явно стесняясь, снимает рубашку Протягивает Галя, сам надевает пиджак Галя «Минутку! Посидите здесь! Я сейчас!» Уносит мокрую рубашку в кухню Вероятно, там не только готовят еду, но и гладят тоже Какое-то время мужчина сидит молча Осматриваясь вокруг, нюхает руки С залитой водкой, тихонько посмеивается Потом встает, подходит к шкафу Внимательно его разглядывает Напевая негромко «Капитан, капитан, улыбнитесь!» «А ведь улыбка эта...» Берется за ручку, хочет открыть дверцу Но в это время появляется из кухни Галя «Вот и все!» Протягивает рубашку мужчине Потом прыскает в кулак «Извините, ради бога!» «Глупо, ужасно!» Мужчина, надевая рубашку «Нет-нет-нет, правда, ерунда!» «Меня Леонид Алексеевич зовут!» «А вас?» «Галя!» «Леонид Алексеевич!» «Галина, я по объявлению к вам!» «Галя удивлена!» «Какому явлению?» «Мы ничего не подавали!» Леонид Алексеевич раскрывает промокшую газету «Фух, раскисло, извините!» «Вот, продается...» «Вы шкаф продаете?» «Да Галя мгновенно дошло!» «Паразит!» «Ничего мы не продаем!» «Извините, ради бога, еще раз!» «Это муж!» «Это его деда шкаф!» «Он на свадьбу нам подарил!» «На водку ему, алкоголику, деньги понадобились!» «Зараза!» «И ведь мне ничего не сказал!» «Леонид Алексеевич, подождите! Вы не спешите отказываться! Ваш шкаф тысяч двести стоит!» «Галя, что? Вот это рухля! Двести!» «Вы сказали двести, Леонид Алексеевич, двести тысяч!» «Галя, да кому он нужен?» «Леонид Алексеевич, мне нужен! Прямо сейчас могу деньги отдать! Подумайте! Двести тысяч!» «Галя, да поймите, не в деньгах дело!» «Это подарок! Дедушкин подарок! Нам на свадьбу!» «Он в двадцатом году из австрийского плена на телеге приехал и шкаф этот привез!» «Ему помещик за хорошую работу шкаф и телегу, и сапоги, и там еще что-то такое подарил!» «Грамофон, что ли? Я не помню точно!» «Это память! Понимаете, Леонид Алексеевич, понимаю, понимаю! Знаете ли, я коллекционер! Меня такие вещи очень интересуют! Очень-очень!» «Вы все-таки подумайте! И если что, вот мой телефончик подает Гале визитку! Только вот этот верхний, это рабочий! Меня надо позвать!» «После небольшого раздумья! А если я триста тысяч дам за него?» «Произнесенная сумма явно ошарашивает Галю! Она садится на стул, закрывает лицо руками! Ой! Правда? Прямо сейчас! Машину, грузчиков найти, это не проблема! А? Галя, не знаю я! Правда! Ничего не понимаю! Телефон второй месяц отключен! Формы спортивной у ребенка нет! Газ грозят отрезать за долги! Юрку на работу уже полгода не берут! Говорят, алкаш! А он с горя! Я знаю! Он капитан! Указывает на сертификат в рамке! Леонид Алексеевич с интересом его рассматривает! Ему море нужно! Океан! А не буксир-калоша! У него завтра день рождения! Поднимает лицо к Леониду Алексеевичу! Кто вы? Откуда вы? Встает, идет на него! Не могу я! Я не могу решить! Понимаете? Леонид Алексеевич мягко! Понимаю, понимаю! Вы подумайте! И обязательно мне позвоните! Хорошо! Галя устало кивает! Вот и замечательно! Я пойду пока! До свидания! Направляется к двери! Галя идет следом! Открывает дверь! Леонид Алексеевич останавливается на пороге! Пожимает ее руку двумя руками! Звоните мне в любое время! Хорошо! Делает шаг за дверь, но возвращается! А знаете что? Если к вам еще придут про шкаф узнать, скажите, что вы его мне продали! Галя кивает! Ой! Идиот! Забыл! Вот задаток! Раздумаете, вернете! Достает бумажник! Галя испугана! Нет! 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 Не надо! Что? Что вы? Я не привыкла! Леонид Алексеевич депустяки! Берите! Берите! Настойчиво, почти насильно вручает Гале деньги! И еще! Если сумма, кажется вам, недостаточно справедливой, вы позвоните и скажите! Галя, что? Скажите, сколько вы хотите! Договорились? Ситуация, манеры Леонида Алексеевича, его мягкий выговор. Все действует на Галю, как гипноз. Она почти безвольно кивает и еще раз протягивает руку для прощания. Леонид Алексеевич мягко, снова двумя руками, пожимает ее руку и, поклонившись, по-старинному уходит. Галя закрывает за ним дверь. Некоторое время стоит, прислонившись к ней спиной и тупо глядя на деньги в руке. Потом, как бы очнувшись, идет к столу, шлепает деньгами, как колодой, карт. Затем подходит к шкафу и пинает его со всей силы. Паразит! Неожиданно дверца шкафа распахивается с треском. И из нее шагает в комнату Юрик. Глаза у него безумные, но с первого взгляда заметно, что он абсолютно трезв. Галя от испуга отскакивает в сторону. Юрик. Галя! Я вспомнил! Я... я вспомнил! Галя! Понимаешь? Не попадая в ноты, но громко поет. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Галя! Юрик! Ты? Откуда? Юрик! Оттуда! Капитан, подтянитесь! Галя! Из шкафа? Юрик! Не знаю! Не мешай! Только смелым покоряются моря! Галя! Галя! А как ты туда попал, в шкаф? Юрик! Не знаю! Наверное, заблудился! Ой! Мне бы сесть... С трудом идет к столу. Галя его поддерживает. Юрик! Юрик! Что с тобой? Не знаю! Ой! Галочка! Мне бы... Вот... Вот... Воды бы мне! Галя наливает воды. На! Юрик жадно пьет. Она в смятении внимательно смотрит на него. Господи! Да ты же трезвый, что ли? Маковка моя! Что с тобой случилось-то? Юрик! Ну, ты ж, мать, видишь, сама. Трезвый я! Такая вот штука неприятная. Ой! Состояние такое... Странное. Тяжелое. Что-то не так со мной, Галочка. Ой! Что-то совсем не так. Знаешь, я боюсь. Страшно мне. Галя. Юр, слышь, Юрочка. А может, ты заболел? Может, вод? Наливает стопку, протягивает Юрику. Выпей. Чуть-чуть. Юрик. А, ага. Спасибо. А что это? Как что? Водка. Юрик подносит стопку к рту. Пауза. И отставляет в сторону. Не. Не хочу. Потом, может быть. Галя в ужасе. Юрочка, миленький. Что с тобой? Не мучай меня, родной. Скажи. Что случилось? Где у тебя болит? Может, скорую? Не, не надо. Я лучше лягу. Тяжело мне. Я лягу. Спасибо тебе, зернышко мое. Ты посиди со мной. А я вот так. Засыпает за столом. Галя. Господи, это шо ж такое? Пробует Юрика лоб. Не горячий. Дышит ровно. Еще и трезвый. Темнота. Картина вторая. День рождения. Кошмар Юрика. Стол накрыт ко дню рождения. Юрик в предвкушении ходит вокруг стола уставленного соблазнительными бутылками. К сожалению, день рождения жена-то в магазине и не видит. Тарам-пам-пам. Открывает банку с огурцами, вилкой выбирает. Самый маленький и аппетитный. Наливает в стакан водку престижной дорогой марки. Только раз в го аду. Здрав буди, боярин. Выпивает. С отвращением выплевывает. Не понял. Зараза. Съедает машинальный огурчик, делает круг вокруг стола, выбирает еще один огурчик, наливает, выпивает, выплевывает. Зараза! 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 Подходит к шкафу, от злости пинает его. Потом постукивает, осматривает, даже нюхает, зачем-то грозит кулаком. Не, пацаны, меня так просто не возьмешь. Возвращается к столу, наливает стакан, нюхает, с отвращением ставит на стол. Так, глазам своим не верю, рукам не верю, роту не верю, носу не верю, печени не верю, сам себе не верю. Это что такое происходит? Это я, паршивый стакан водки, не могу в себя влить? Не-е-е. Делает из бумажной салфетки шарики, затыкает нос. Полотенце завязывает глаза. Нашаривает стакан и опрокидывает одним махом в рот. Тут же срывает полотенце, отчаянно плюется. Хватается за горло, стонет, корчится, обрушивается на пол. Меняется свет, как будто включили неоновые лампы. Голос. Не мучай, продукт. Юрик. Да пошел ты! Знаешь, куда? Голос. Говорю тебе. Не мучай, продукт. Юрик. А? Кто это? Я. А кто же еще? Юрик вскакивает, хватает со стола бутылку за горлышко, осматривается. Никого нет. Лучше выходи, я тебя найду. Юрик продолжает поиски, несмотря на тишину. Эй! Хватит дурку гонять, вылезай. Не бойся, бить не буду. Тишина. Ладно. Ставлю бутылку на стол. Все, видишь? Выходи. Не знаю, кто ты. Голос. Шкаф! Да сам ты шкаф! Хохот. Юрик поражен. Голос. Молодец, догадался. Я шкаф. Юрик. Я Юрик. Юрий. Голос. Я знаю. Юрик, откуда? Хохот. Да уж знаю. Я тебя почти с пеленок знаю. Юрик, а ты? А вы где? Голос. Можно на ты? Не стесняйся. Юрик. Да, можно. Спасибо. А ты где? Голос. Юрик. Ты же вроде не тупой. Юрик. Вроде нет. Голос. Слепой. Юрик. Нет. Точно нет. Ну вот же я рядом. Где? Слушай, мне надоело. Выходи давай. Хохот. Голос все-таки тупой. Юрик. Ну-ну-ну-ну-ну. Я тебе не мальчик сопливый. Будешь оскорблять? Голос примирительно. Ладно. Не явшись. Даю наводку. Юрик. Наводку я себе сам заработаю. Голос. Неа. Наводку работать тебе больше не придется. А это почему? А потому. Сейчас поймешь. Повернись налево. Юрик повернулся. Никого. Теперь два шага прямо. Юрик делает два шага. Упирается в шкаф. Ну. Вот он я. Юрик. А-а-а. Ты в шкафу. Распахивает дверцу. Никого. Хохот. Голос. Юрик. Во времена моей молодости люди использовали для думания мозг. А ты, вероятно, печень алкоголическую. Типичный представитель новой генерации. Юрик трет лоб. Всячески пытается соображать. Постукивает по шкафу. Закрывает дверцу. Отходит к столу. Садится. Ну. Ну. Я же не виноват. Вина-то чья? Чья вина? Не моя. Меня, можно сказать, упустили. Я кто? Я пробел в системе воспитания культурного человека. Понимаешь? А-а-а. Не понимаешь. Сам ты тупица. Ой, прости. А она на меня орет с самого утра. Трубит, как слониха. Катись, говорит. Сама катись. Денег ей давай, драхма проклятая. Она мне катись, говорит. Голос. Глупо. Тебя просто надо выпороть. Впрочем, уже не надо. Юрик. А что это? Почему это не надо? Голос. А потому, что ты теперь мой пациент. Вылечил я тебя. Понял. Юрик поражен. Мама! Падает на стул. Хохот. Меняется свет. Вбегает с сумками Галя. Юрик. Что? Опять? Юрик приходит в себя. А? Кто это? А, ты. А я тут. Галя. Пил. Пил, спрашиваю. Юрик. Понимаешь, тут такое дело. Галя вглядывается в него. Вроде не успел. Юрик встает. Медленно прохаживается вокруг стола. В тяжком раздумье. Долгая пауза. Галя молча за ним наблюдает. Галя. Ты. Это. Ты. Знаешь что? Только ты присядь. Ты не пугайся. Галя. Ой. Ой, боже мой. Ой. Это шо ж такое? Юрик. Не-не-не. Не пугайся. Ты. Ты не волнуйся. Ты. Вот это. Вот. Вот это. Бутылки убери. Со стола. Лицо у Гали вытягивается. Я пить не буду. Сегодня не буду. Темнота. Картина третья. Чудеса научного познания мира. Прошло два-три месяца. В квартире заметны положительные перемены. Внешне никаких перестановок. Но чувствуется, что стало уютнее, ухоженнее, теплее. На столе накрыто к обеду. Среди прочего все-таки выделяется бутылка водки. Юрик, Галя и Виктор, младший брат Гали, смотрят телепередачу. Голос из телевизора. Таким образом, остров Сокотра является родиной Мехария Хаккери, что было однозначно доказано в ходе исследований. А сейчас мы прервемся на рекламный блок. Оглушающая музыка. Виктор, что он сказал? Какая Харакири? Галя, да помолчи ты. Щелкает пультом. Музыка затихает. Тебе не интересно? Виктор, а тебе что интересно? Сидят, дурь какую-то смотрят. Юрик, Вить, поди чайник поставь. Виктор, ага, сейчас. Юрик, ну, ну, поди, принеси печенье. Виктор, ага, наешься ты печеньем. Юрик, ну, тогда просто. Пойди погуляй. Вот тебе стольник. Виктор, стольника мало. Юрик, еще. Шарит по карманам. Двести, больше нет, честно. Виктор, ладно, че я, дурак, че ли. Галя, все, все, тихо, щелкает пультом. Голос из телевизора. Мы продолжаем наш интереснейший разговор. Итак, профессор, с чем же может быть связана такая, я бы сказал, нестандартная реакция? Виктор, какая реакция? Юрик и Галя вместе. Заткнись! Виктор шепотом. Да понял я, понял, нестандартная. Голос из телевизора. Самое интересное тут заключается во взаимодействии продуктов жизнедеятельности. Михаария Хакеви с пропитанной океанической водой древесиной дуба редчайшей породы. Виктор, че? Нет, это придурок сразу. Галя, Юрик, хором. Заткнись! Виктор, ну че налетели, ну че налетели? Сижу уже молчу, как рыба из норы. Ну, в смысле, мышь из воды. Юрик орет на него. Ты можешь помолчать? Виктор, продукты жизнедеятельности, это что, я не понял. Юрик, дерьмо это, понял, дерьмо. Теперь понял? Виктор, ну так, так бы и говорил, дерьмо. Галя, слушайте, вы оба. Виктор, а харакири тут при чем? Грозная пауза. Голос из телевизора. Такой вот получается вывод и с научной, и с обывательской точки зрения. Телепередача заканчивается. Звучит музыка отбивки. Юрик, оба-на! Все прослушали. Я сейчас не посмотрю, что он твой брат. Галя, спокойно, я сказала. Юрик, какое спокойно! Все прослушали из-за этого индюка. Виктор, что? Да ты сам индюк. Галя, спокойно. Или беру сковородку. Ты, Юрик, пробовал уже не раз. А ты, Витенька, узнаешь. Пауза. Потом все расходятся, пытаясь заняться каким-нибудь делом. Юрик наливает сок из коробки в стакан. Виктор делает вид, что ему все до лампочки. Ложится на диван, берет старую газету, держит ее вверх ногами. Галя стирает со стола воображаемые крошки. Галя фальшиво-ласково. Мальчики, кто будет пить чай? Нарыв прорывается. Юрик, какой в задницу чай? Я сейчас этому родственнику. Виктор вскакивает, принимает бойцовскую позу. Только подойди, вот, вот только подойди, вот попробуй. Вот подойди, подойди, подойди. Делает мах ногой и со стоном падает. Уй, сука! Юрик, спортом нужно заниматься, а не спиртом. Не надо водку жрать в три горла. Тьфу! Стонотик хренов! Неожиданно прерывается музыка и продолжается телепередача. Голос из телевизора. Мы приносим извинения за техническую неисправность и продолжаем разговор с нашим гостем, профессором биохимии, иллюстратором Семеновичем Двуконечным. Вся компания замирает, затем потихоньку перетекает к телевизору. Юрик, по ходу дела. Полушепотом Виктору. Вякнешь? Пришибу на месте. Усаживается рядом с Галей. Виктор со стоном поднимается, присоединяется к Юрику и Гале. Голос из телевизора. Мы закончили на том, что, так сказать, симбиоз, возникающий при взаимодействии клеток, подвергшегося ферментации древесного основания и выделяемого мехария хакерисубстрата, создает благоприятную среду для неожиданных проявлений послептос Галей Мубис, или, проще говоря, скрытых возможностей данного, можно сказать, сотворчества. Виктор. Ослепший голый Мубис. Охренеть можно! Юрик и Галя зверски смотрят на него. Понял, понял, молчу. Голос из телевизора. Так называемый феномен избавления от алкогольной зависимости все напряженно вслушиваются. Объясняется таким образом. Достаточно просто. Галя очень быстро. Юрику. Понял, придурок? Просто это все. Виктору. На всякий случай. Заткнись. Понял? Виктор. Сама заткнись. Послушать не дает. Галя. Еще слово. Голос из телевизора. Но досконально это, конечно, еще не изучено. А потому делать прогнозы и предсказывать результаты конкретных санаций, так сказать, достаточно сложно. Юрик. Во тебе! Показывает Галя гигантских размеров дулю. Поняла? Галя встает. Так. Давно ты, однако, сковородки не пробовал? Угрожающе поднимает зажатый в руке предмет. Телевизор неожиданно замолкает. Слышится только шип. Звонок в дверь. Галя. Ой! Это Шелонцевы, наверное. Они мне звонили. Идет открывать. Юрик щелкает пультом. Потом подходит к телевизору. Стучит по нему. Галя в это время открывает дверь. Входит. Вован. Владимир Владимирович другой. Бесцеремонно отодвигает Галю. Проходит к столу. Садится. Берет бутылку водки. Оценивающий разглядывает. Все ошарашены. Молча наблюдает. Вован. Макс! Интернет им тоже отруби. Голос из-за входной двери. Нет у них интернета. Вован. А водка, смотри, хорошая. Юрик. А поздороваться? Вован. Заткнись, козел. Слышь, Макс, интернета нет, а водка? Ох, глянь, моя ли это водовка? Гадом буду моя. А точно мой заводик. Открывает бутылку. А чё вы в натуре с татуями тут? Макс! Макс! Я тут им по-людски, а не с татуями. Разберись. Появляется Макс. Вы чё, не поняли? Демонстративно откидывает полу куртки, достает из кобуры пистолет. Чё, не уважаете? Утверждается, прислонившись к шкафу. Виктор у-у-у-у-у-у, ходит на диван, открывает газету, читает, делает вид. Юрик и Галя мнутся в замешательстве. Юрик, вало, вован, не слушая, быстро шматьё своё выкинули. Чё, не поняли? Нахрен мне ваши тряпки? Ну чё, не поняли? Вот это вот, вот это вот говно встаёт, идёт к шкафу, открывает дверцу и начинает выбрасывать из него одежду. Нахрен! Тьфу, глянь, руки запачкал. Макс, сортир, умывальник, где тут у них? Обращается к Юрику. Чё ты, мудила, зенки выпитил? Вода у тебя где? Макс, они тут все немые. Зови грузил, вывозить шкафчик будем. Наливает из откопоренной бутылки рюмочку, сначала поливает водой на руки, потом переливает в стакан, добавляет. Макс достаёт мобильник, набирает номер, что-то говорит. Ну, за моё здоровье! Юрик пантерой подскакивает, выбивает стакан из рук. Вован, ах ты су! Сей пятерней хватает Юрика за лицо и отбрасывает его в сторону. Как разъярённая кошка бросается на Вована Галя, повисает на нём, бьёт кулачками, куда попадёт. Вован уходит в глухую защиту. Макс встрепенулся мгновенно, ну всё, уроды, мочить вас будем! Выхватывает пистолет, целится, неожиданно распахивается дверца шкафа, бьёт Макса по руке, пистолет отлетает в сторону, дверца захлопывается, открывается снова, бьёт его по лицу. Макс шатается, падает в шкаф. Юрик подскакивает. Галя, 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 не надо, не надо, Галя, это Вовка, это же Вовка, мой однокурсник! Пытается оттащить её прочь. Галя, Галя, перестань! Темнота. Картина четвёртая. Просто чудеса. Вован и Юрик сидят на диване. Галя у стола. Виктор на корточках с газетой в руках. Юрик, а зачем тебе мой шкаф? Алкоголизм? Вован, не, я по чуть-чуть, иногда. Вот у меня здесь две пули были. Юрик, афган? Вован, какой афган? А, нет, нет, не афган, стрелка. Ну, то есть, по-вашему, деловая встреча старых друзей с фейерверком и боевыми искусствами. Юрик, а-а-а, Вован. Ну, теперь, печень лёгкая. Да, и не верю я. Излечивает в ста процентов случаев. Это мне профессор этот. А я, не обижайся, корешок, не верю. Юрик, так а для чего тогда шкаф, если не веришь? Не для чего, а для него. Юрик, у него алкоголизм? Нет, брат, у этого всё тип-ток. Жена страдает. Юрик, ну так пусть приходит. Ну, приезжает к нам. Вован, Вован, ха-ха-ха-ха, она корешок у нас не бывает. Уже знаешь, какой год. Всё, понимаешь, Ницца, Хайфа, Лас-Вегас. Вот, блин, нравится ей эта Ницца. Я там, три лимона и остров в этом, в Эгейском, что ли, не помню точно, за три ночи просрал. Ха-ха-ха-ха, понизил меня. Да, теперь я просто слуга народа. А шкаф самолётом к ней куда скажет? Юрик испуганно к нему поворачивается. Да ладно, не менжуйся ты, я самолёт отменю сейчас. Макс! Макс! Скажи пацанам, отбой. Макс, кивнув, пошёл. Стой! Макс возвращается. Пока! Отбой. Всем ждать! Макс кивнул, пошёл. Стой! Макс возвращается. А чё ты молчишь? Чё, обиделся? Ладно, вот тебе мороженое. Купи себе. Даёт Максу толстенную пачку денег. Макс. М-м-м! Вуп! Ну, хорошо. Купи себе тогда зуб. Макс берёт деньги. Юрик. Подожди. Ну, а вот по полощи пройдёт, наливает в стакан водки, доливает водой, кладёт соль, размешивает. Макс. В пошива! Со стаканом удаляется в кухню. Через несколько секунд выскакивает оттуда, кашляя, держась за горло. Вован хохочет. Что? Проняло? Макс. Нет. Не могу. Всё обратно идёт. Видеть не могу. Фу! Тьфу! Жапах! Юрик шлёпает себя по лбу. Так он же в шкафу сидел. Лежал. Слушай, ты сколько лежал в шкафу, Макс? М-м-м-минут, минут десять, наверное. Юрик. Ну-ка, 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 ну-ка. Наливает в рюмку буквально несколько капель водки. Проводим эксперимент. Протягивает Максу. Выпей. Макс берёт рюмку, подносит ко рту, лицо искажается, судорога, и он с отвращением выплёскивает водку. Дрянь! Не могу! Всё, всё, пошёл я! Юрик, многозначительно глядя на Вавана. Ну? Можешь не верить. Ваван. Ни хрена себе! Долгая пауза. Юрик, откуда ты узнал? Про шкаф, про меня? Ваван, про тебя, прости, мне неинтересно было. Я только адрес прочитал. Остальные странички выкинул. Юрик. Вова! Ну мы же с тобой пять лет в одной комнате в общаге. Ваван, да успокойся ты, узнал же, вспомнил, твою мать. А что, ты меня сразу узнал? Юрик. Да как мгновенно, ты нисколько не изменился. Какие странички? Да, обыкновенные, досье. Ой, да это тебе неинтересно будет. А мне... Ладно, это закрытые данные. Макс! Макс появляется. Объясни Юрию... Забыл твою фамилию. Юрик. Да какая разница? Ваван. Ладно, объясни, откуда сведения. Ну, там, что можно. Макс. Да что тут объяснять? Профессор наболтал. Ммм... Привезти его. Он Шамров кажет. Ваван. А, давай его сюда. Он все равно там без дела тухнет. Макс пошел. Вернулся от двери. Ваван, дай мне ключ профессора открыть надо. Он нарушниками к батареи втаит. Владимир Вальдемарович грозно встает. Какой я тебе Ваван? Я тебе Ваван где? На работе. Нашей работе. А здесь я. Видишь, это друг мой. Корешок. Мы у него в гостях. Тут я тебе. Владимир Вальдемарович. Понял? Повтори. Макс. Владимир Вальдемарович. Ключ-то дайте. На, паскуда! Кидает ему ключ. Макс исчезает за дверью. И тут же возвращается, ведя за шкирку Леонида Алексеевича. Вид у того жалкий. Юра, Галя и Виктор ошеломлены. Ваван. Ну, профессор Леонид Алексеевич. Ну, я, собственно, не понимаю. Здравствуйте, Галя. Галя машинальная. Здравствуйте, Леонид Алексеевич. Я вам, Владимир Вальдемарович, докладывал. Ваван. А ты не стесняйся. Ты повтори. А мы все послушаем. Леонид Алексеевич мнется. Не знает, как начать. Ты, может, поесть хочешь к Юрику? Можно? Юрик кивает. Возьми бутербродик. Вот салатик. Галя, положи ему, а то он, видишь, стартовать не может. Леонид Алексеевич. Нет, нет, спасибо. Я есть не хочу. Лучше я вот эту рюмочку возьму. Галя согласно кивает. Леонид Алексеевич берет со стола красивую хрустальную рюмку, поднимает на уровне глаз. Внимательно всматривается. Прошу тишины. Мне надо сосредоточиться. Медленно вращает рюмочку в пальцах. Очень красивая рюмочка. Вся компания невольно смотрит на рюмку. Свет меркнет, сосредотачивается на рюмке. Начинается странная зудящая музыка. В полной темноте ярко сверкает хрусталь. Картина пятая. Наваждение. Когда свет снова вспыхивает, перед нами старинная мебельная мастерская. У шкафа возится ученик, старательно кладет поверх морилки лак. В кресле расположился мастер, с длинной трубкой в руке дремлет. Ученик. Гермастер. А? Гермастер. Мастер вздрогнул. Ти, Пьетруш, имеет бить моя ушейник. Потому что мастер отдыхает, ти, Пьетруш, не имеет кромко коварить для ему. Ученик. Гермастер. Гермастер. Гермастер, посмотри. Я закончил. А сюда, гермастер. Я другого колеру добавил. Чуть-чуть. Мастер кряхтя встает, подходит к шкафу, всматривается. Приятно удивлен. Удовлетворенно цокает языком Хорош, Петруш Хорош Хлопает ученика по плечу Ты, Петруш, стал творител И создавател Я тебя, хотит, обнимает Начинает кукситься Я перед твой, хотит, колени становить Пытается опуститься на колени Но ученик его удерживает Ну что ты, что ты, гермастер Это я перед тобой должен на коленях стоять Такого великого ученика, как Гер и Кейман У нас в России нет Мастер Найн, Найн, Петруш Я понимает, твоя хотель утешает Твой ушитель Петруш, я ошень много повидел Ай-ай, как много я повидел Ты есть немножко великая талант Позволь, твоя обнимает ошень Обнимаются Мастеру кратко и утирает слезу Ученик Ну, ну, гермастер, ну что ты, ну зачем За дверью шум голосов, крики Влетает растрепанный и яростный меньшиков Минхерц! Ученик Тише ты, тише! Что ворвался, как бусурман Мастер Петруш, кто ест это? Ученик Сейчас, сейчас разберемся, гермастер Посиди пока Здесь усаживает его А мне вот с этим вот потолковать Зело охота Что шумишь, как тать? Что уроку мешаешь? Минхерц Не виноват Ей-богу, не виноват Меня этот расстроил Ученик Поволодский Миншиков Он подлец Мы с тобой третьего дни у него в гостях откушали Да и распрощались А он, подлец, дальше праздновать вздумал Ученик Ты, Александр Данилович, уж не донос ли мне тут плести решил? Смотри Миншиков Что ты, Минхерц? Ученик А настоечка у него зело, как хороша Ладно, Александр Данилович, докладывай Да смотри, напрасли, но не вздумай возводить Миншиков Что ты, Петр Алексеевич, ну ты ж меня знаешь Ученик Знаю, Александр Данилович Слишком хорошо знаю Миншиков Ну по что ты обидеть меня хочешь, Петр Алексеевич Да я ведь за тебя, да за отечество наше И живота не пожалею Вынимает из ножен шпагу Разгоряченно размахивает ей Да ежели совру Вели по всем губерниям объявить Что слову Миншикова веры нету отныне Ученик Ну ладно Ладно тебе Эш, разошелся Спрячь оружие, тут тебе не фортеция Говори скорее, что хотел Миншиков убрал шпагу в ножны Ну-ка я ж тебе, Минхерцы, говорю Откушали мы с тобой третьего дни у Поволодского И с миром разъехались А он, подлец, ученик грозно взглянул на него Ну нету меня для него другого слова Как есть подлец Все последние три дни праздновал Как же, царь вишли у него в гостях побывал Такую, прости господи, пирушку закатил На стоечку свою всю выкушал Так он, опять говорю, подлец У негоциантов Три бочки Самогона ихнего Иски, они его называют Ученик Иски, говоришь? Миншиков Ну, может, не Иски Ученик Виски Пожалуй, на наш слух лучше будет А то Иски, это на вроде Из юриспруденции что-то Как думаешь? Миншиков Минхерц Ну, как скажешь Виски так виски А все одно самогон, прости господи Так вот, из трех бочек этого самого виска Одна лишь полная осталась Ученик Ну и на здоровье Миншиков Ты меня, Минхерц, извини, конечно Только у Поволодского Ты сам указ изволил подписать Что быть ему твоим представительством При посольствах И переводчиком В наших торговых негациациях Ученик Ну? Миншиков У него вчера восьмнадцать с половиной А у Едиенция с гешпанским послом полдомочным Была записана Так он Сейчас новое слово скажу Минхерц Свинья неумытая Ей-богу, свинья На карачках из кареты выпался Да на ступеньках посольства и заснул Ты, Ваше Величество Еще грамот отказных Из гешпанского посольства не получал Ну так ожидай в скорости А ныне Ваше что-нибудь Свинья Заливается старческим смехом Петр и Миншиков Успокаиваются С удивлением глядят на него Заходится в смехе Один лишь учитель Петр Геручитель А? Геручитель С тобой все хорошо? Учитель Ошень Ошень Петруш Есть свинечной Свинья Моя давно так Не смеяль Петр темнеет лицом Миншиков Зря смеешься Старик К Петру Ты, Ваше Величество На старика не обижайся Его дело известно Он старик безвредный Ты, Минхерц Вот на этого Остолопа посмотри Хорошо Он тебе Гешпанское посольство Знаешь, чем накрыл? Грех говорить Он тебе Видишь, какой перевод устроил? Наши-то негацианты С горя паруса Обратные ставят Торговать, говорят Не моем Языков не знаем А Петровы-толмачи Сиречь-переводчики Она по канавам валяются Петр становится грозен Чешет подбородок Вот, своими очами убедился Минхерц А то все на меня Напраслину, мол, возвожу Вот она тебе Напраслина Перед очами твоими валяется В никудышнем обличи Петр телу Встать Встать Собака Тело оживает Пытается принять Какое-нибудь приличное положение В пространстве Ничего Не выходит Обрушивается на пол Что-то нечленораздельно Бормочет Учитель Петруш Грозно Ошень Ти ест Петр Гер, учитель, не мешай Не твое это дело, старик Пойди, присядь Трубку вон, покури Табачок у тебя Зело злой Ведет учителя к креслу Я сам разберусь Миншикову Башку снесу Под лицу Будете у меня знать Как отечество Позорит перед иноземцами Самолично башку снесу А тебе Миншиков Ну вот Минхерц Опять не угодил я тебе Петр Молчи про хвост Твои делишки Я тоже знаю Смотри у меня Бить тебе битому Батагами Миншиков Да за что же Минхерц Петр Ух, молчи Говорю Людишкам своим Крикни Пусть топор несут Буду Рубить башку Самолично Здесь Буду рубить Находит обрезок Бревнышко Вот и плаха Готова Поднимай его Клади на плаху Учитель в ужасе Что ты, Петруш Что ты? Живая шаловека Голова снимает Ти, Петруш Не спознаваль Демократик Ти, Петруш Совсем ест Дикая Петр Отойди, Гер Учитель Говорю тебе Отойди от греха Подальше Учитель Неожиданно Смело Нихт, Петруш Я не ест Отойди Ти, Петруш Моя Ушеник И старошаловек Будет тебе Говорит Ти что-нибудь Позабываль Петр Немного потише Ну, говори Гер Учитель Говори только Быстро Учитель Ты забываль Моя Урок Ошень Забываль Как деревянно Колода Твоя Голева Много Забываль Петр Не пойму Я тебя Гер Учитель Что я забыл Учитель Ай-яй-яй Ты, Петруш Забываль Моя Урок Про морской Вода Мореный Дуб Я тебе Тальковаль Ты Совсем Забываль Всположай Этот больной Ошеловек Твой шкаф Петр Что? Зачем? Учитель Ай, Петруш Шлюшай Староушитель Всположай Сильно Болной Шлюфека Полюбим строить Какая талант Моя Поднимает Петр С ним Чокается Ах ты Дорогой Ты мой Гермастер Шкаф Это Хорошо Но Не для этого Я у тебя Азы Грыз Шкаф Это Мелочь Это Баловство Встает Подходит К шкафу Стучит По нему Ладонью С треском Распахивается Дверца И Совершенно Трезвое Тело Шагает Из шкафа Тело Государь Душой И телом Весь готов Служить тебе До гробовой Доски Петр Удивленно Поворачивается Смотрит на Меньшикова Свет Концентрируется На рюмке В руке Петра Потом Темнота Картина Шестая Послевкусие Неожиданный Голос Из телевизора Позвольте Поблагодарить Нашего Гостя За столь Обстоятельный И Необыкновенно Интересный Рассказ Об этом Еще Мало Изученном Явлении Музыка Отбивки Вован Макс Макс Ты телек Включил Макс Я антенну Просто подсоединил Вован Выключи Нафиг Все равно Все уже Пропустили Макс Выключает Телевизор Странная Пауза Все как будто Переживают Только что Увиденное Леонид Алексеевич Вертит Рюмку В руке В общих Словах Вот так Вован Юрик И Виктор Хором А дальше То что было Смотрят Друг на друга Леонид Алексеевич Подробности К сожалению Неизвестны Документы Не сохранились Однако Точно могу Сказать Что Необычайные Свойства Атмосферы Внутри Данного Шкафа И мощные Послептос Галимубис То есть Скрытые Возможности Документально Зафиксированы Еще в конце Семнадцатого Века Придворным Лекарем Петра Первого Доктором Блументростом Юрик Подождите А как он В Германию Попал Дедушка Мне его Из Германии Привез на телеге Когда из плена Возвращался Леонид Алексеевич А вот здесь Дорогой мой Юрий Мы ставим Большой Знак вопроса Привез Не привез Кто знает Юрий Как это Кто Я знаю Мне отец Рассказывал А ему Рассказывал Сам дедушка Мне дедушка Тоже Рассказывал Только я Тогда еще Совсем маленький Был Не помню Он же Нам на свадьбу Этот шкаф Подарил Сам уже Не мог прийти Открытку Написал Галя Где открытка Галя Открытку Эту я С того времени Не видела Куда ты Ее задевал Понятия не имею Леонид Алексеевич Ну вот Вопросов Значит Больше Чем Ответов Вован Один ответ Я точно знаю Юра Будем лечить Галя Будешь Главврачом Ты Юрик Зав Отделением Шкафотерапии Ну а я Юридическая И силовая Поддержка А Что молчите Юрик А Этот Вован Кто этот Юрик Ну Самый В смысле Жена его Вован А Этот А ничего Перетрем Жена Она зачем нужна Юрик Зачем Чтобы ждать Вот пусть Ждет Все Я решил Макс 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 Что Вован Что там у нас С лицензированием Оказания Медицинских Услуг Давай выясни По скоренькому И чтоб завтра Готовый пакет Всех бумажек Был Здесь Темнота Картина Седьмая Прием Ведет Профессионал Та же Квартира Превращенная В лечебный Кабинет Виктор Сидит за столом Перед ширмой В белом Халате На столе Монитор Компьютера На мониторе Пасьянс Косынка Виктор Сосредоточен На игре Оглядывается Достает Из-под бумаг Плоскую Фляжечку С удовольствием Глотает Выдыхает Грозит Кулачком В сторону Шкафа Голос Из-за Ширмы Можно Виктор Следующий Проходите Садитесь Садитесь Там на стул Нет 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 Из-за Ширмы Выходить Не надо У нас Полная Автономность Голос Вы хотели Сказать Анонимность Виктор Да Да Это тоже Полная Так Я буду Задавать Вопросы Простые А вы На них Должны Отвечать Ясно Голос Ясно Виктор Отвечать Надо Громко И четко Компьютер Фиксирует Все Понятно Голос Понятно Че ж тут Непонятного Мало ли я На вопросы Отвечал Виктор Тогда поехали Ну-с Блин-с Вопрос первый Фамилия Голос Так вы же сказали Анонимно У вас Виктор От елки-палки Я же Не паспорт Прошу Трудно Фамилию Придумать Голос Зачем Виктор Для отчетности Голос А Странно Ну ладно Пусть будет Иванов Виктор Блин Чуть что Сразу Иванов Сегодня уже Тридцать два Ивановых были Нашли Крайнего Что у вас Фантазии не хватает Фамилию придумать Не можете Голос Ну хорошо Хорошо Не волнуйтесь У меня есть фантазия Сейчас Петров Виктор Понятно Двадцать пятый За сегодня Петров Так Запишем Запишем Вы тут К нам Приблудились Запишем Приблудский Голос Ха-ха-ха Ну пусть Виктор Имя Освобождают Виктор. Ну, положим, освобождают квантум сатис, как говорится. Вопрос, от какой? Голос. А какие бывают? Я думал только от алкогольной. Можете говорить громко, тут все свои. Голос. От алкогольной, Виктор. О, брат, комрад, узко мыслите. Мы от всяких освобождаем. Например, от баб, например. Голос. У меня эта зависимость тоже есть, но она меня не беспокоит. Виктор. Это пока. Пока не погряз, так сказать, в пучине. Голос. Нет, я за алкоголизмом. Ой, вернее, я от него пришел. Виктор. Прям-таки от него, от самого. Шучу, шучу. Голос. Ну, я уже понял. А гарантию вы даете, Виктор? Гарантию, мил человек, комрад. Только Господь может дать. А у нас тут, извиняюсь, наука. Механика Харакири. О, брат. Голос. Какая Харакири? Виктор. Да ты не боясь. Это по-нашему, по-научному. А по-вашему, по-простому. Залезаешь в шкаф и... Каюк. Голос. Как каюк? Виктор. Алкоголизму твоему. Раз и навеки вечный. Усек. А ты гарантию. Прям обидно даже. Да чего народ у нас темный? Ведь уже скоро двадцать первый век. Голос. Ну, вы не обижайтесь, пожалуйста. Виктор. Да что мне на тебя, дорогой ты, наш комрад, обижаться? Когда мы на Марс уже глядим, можно сказать, близоруким взглядом, безоружным. Голос. Невооруженным. Виктор. Да-да-да. Точно им. Голос. Я, конечно, дико извиняюсь. Но при чем здесь Марс? Голос. Виктор Марс, дорогой мой комрад, ни при чем. На нем воздуха нет. Вот вы можете без воздуха? Голос. Нет, нет. Что вы? Как же? Как без воздуха, Виктор? Ага-ха-ха. Значит, без воздуха, пожалуйста. А без водки? А? А? Голос. Ну, я думал, тут лечат. Виктор. Да не трясись ты, марсианин, у нас узкая специализация, стопроцентный результат. Тут тебе полный ослептус голый мубис. Это по-нашему, по-научному. Был алкаш, раз, и нет алкаша. Голос. Знаете, я лучше пойду. Виктор. Да ладно, комрад, шучу я, вылечим. И вас вылечим, и алкоголизм ваш вылечим. А вот без процедур, вот так, чтобы самому волю в кулак и... Никак? Голос. Не получается. Пробовал. Не получается, Виктор. А-а-а. Ну, идите, комрад. Голос. Куда? В агрегат, в аппарат? Виктор. Ну, смелей, комрад. Верёд, в аппарат. Да, в него, в него. Где платить, знаете? Голос. Знаю, там тётка сидит. Хе-хе, тётка. Это не тётка, сестра моя. У меня от неё, кстати, тоже зависимость. И не сидит она уже, кстати. Там мужик её заменяет на обед. Шурин, блин, деверь. Короче, муж ёйный. Юрик. А я тут его заменяю. У нас карусельный принцип. Чё молчишь? Чё молчите? А может, хлопнем? Комрад, последний раз в жизни. Потом-то она, родимая, в горло тебе не полезет. А? Давай. У меня есть. Голос. Даже не знаю. Как-то лучше не надо, наверное, Виктор. А не надо, так не надо. Марш, комрад, в новую жизнь. Бьёт из фляги. Фух. Да стало всё. Зависимость их беспокоит. У меня, может, из радостей жизненных вот только одна эта зависимость и осталась. А? Пошло оно всё. Достает фляжку и основательно прикладывается. Темнота. Антракт. Антракт. Всё. Антракт. Антракт. Продолжение следует...